здесь получается огонь выходит вот сюда из кирпича столбы и здесь есть промежутки он будет ходить везде я в своей печи как делаю я сделаю и топлю и сразу на обои ну как получается взрываем мы эту часть выложили клинику в середину поставили сейчас мы сдвинули сначала полгутся пятки и вот получается по ряду мы вставляем вся кладка уже мутная тоненький шорт спаливается всем доброго дня с вами компания печный мир сегодня мы приехали в гости к алексею филиппову это печник с достаточно большим опытом уже и хотелось бы поговорить о русской печи сейчас алексей собирает русскую печь из старого царского кирпича посмотрим позадаем вопросы как обычно я думаю что алексей это поделись какие-то секретами своим ну смотрите делаем царского кирпича русскую печку здесь будет печь хлеб одели по 100 и 2, но пока сделаем одну она будет у нас это вот с подтопком чтобы нижняя часть обогревалась 2 будет просто стоять на столбах и только в ней хлеб плечится с подтопкой начать для чего делаются пить abre так скажем образом не будет сама печь основная русская ну под тупо делается чтобы нижняя часть обогревается и получается нижняя часть обогревается здесь будет русская печка здесь будет слот вот отсюда будет вход здесь будет хлеб ну и если получается затопить потопок и затопить русскую печку она полностью будет массив обогреваться то есть от потопка будет поди нагреться русской печи то есть так задумано или все-таки для отопления ну и она будет обогреваться нижняя часть и в основном то для чтобы отопить но несу он не суп один тоже будет проигрываться сколько булок рассчитано но на этот объем ну вообще как бы рассчитывали 30 булок 30-37 но здесь с кирпичом что он чуть-чуть может быть чуть меньше размер такой печи получается метод в 53 на 230 маленькая скажем только до небольшая который будет низ прогревать прогар чтобы улучшить стопать надо она ставится на столбы проходит огонь будет здесь весь сверху подниматься получается с этой стороны уходить опускаться вниз и по подъемному каналу уходить вот сюда в трубу то есть эта труба потом совместится совместить с русской печкой понятно сложности с кирпичом это есть сложности до в кирпич никто не калибровал получается мы выбираем сейчас по размеру но есть с моментами где он там восемь с половиной здесь восемь и три восемь и шесть есть где-то и девять пытаемся сделать что было с более-менее смотрится за ровно то есть это так скажем так и останется здесь так и останется не будет правильно нет решили можно сказать или сэкономить или сохранить историю этого кирпича и сделали такую печь да еще сразу пока вижу про сетку алексей можно секрет нам раскрыть для чего это то есть и что это дает вот сетка и яйца на ну вот это футеровка на брызгах это называется да это наброс голову футеровка потому что ну как все и говорят что кирпич печной на печном кирпича нет он весь полно тело строительные боится огня здесь конечно этот кирпич не боится огня но мы сделали чтобы было надолго и на здесь получается первые прикручивается сетка просеченка получается потом разводится азбест с песком ну можно пушонку можно там азбестовую ну и и так найти нету мы раз без разводе начала она накидывается чтобы дать слой вот этот твердый да мы делаем получается жиростойкая ну клей даже расстойка до кладочной да и потом пол после этого мы получается покрываем ее жидким сахаром то есть сетка 1 без азбест вот это да да азбест песком вот такой да но песок глины не добавляешь не рост сок песок на и он вяжущий такой но у не вяжется он больше то чтобы получается огонь сразу не переходил в кирпич часто на канале у нас возникло у нас был ролик по сетку да когда используем и прям ну так резонансно что металл будет рвать что вроде как наоборот металл это плохо в шве когда используем нагретых у тебя из опыта вот сколько ты ставишь на сколько она дает прочности стоит печки ну вот все говорят там в когда печеньки строят печку да там дают 26 дней просушить ее чтобы она высохла не топить и чтобы там я в своей печи как делаю я сделаю и топлю и сразу на убой ну как получается взрывая их ни одной трещины без сетки были трещин сетка ни одной трещины нет и как будут такие моменты там все говорят о этом у человека перетоп там швы разошлись сеткой такого не бывает но прям не сушишь общество вообще не сушу сразу вот полную топку накидываю и сразу камина печь печка без разницы и просто начинаю топить она там до такой температуры накаляется что рукой дотронуться невозможно и такого нету таких моментов будет учета шов вообще лопну не то что там паутинка вышла хочу поделиться с вами новостью мы запустили печь в рассрочку теперь можно не только поставить металлическую приобрести печь но и построить кирпичную что входит в рассрочку это материала кирпич литье смеси полный комплект и также работа специалиста который выполнит вашу печь какую вы себе пожелаете вся информация будет в описании к ролику проходите обращайтесь к менеджерам или в колл-центр то есть вас полностью могут проконсультировать фурнитуру всю ставишь потом уже до форнитуру все остается потом да все это ставится в конце когда уже печка можно можно сказать помоется в конце это все установлен устанавливаешь на что получается здесь устанавливаю на а саморезы здесь получается у нас короб и наклепки все мы сейчас его ставим перекрываем а дверку ставим в конце то есть так же делать без двери щас пока да 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 все это перекрывается и потом дверка уже в конце ставится здесь получается огонь выходит вот сюда из кирпича столбы и здесь есть промежутки он будет ходить везде здесь 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 вот будет он накапливаться здесь и потом он будет уходить вот выйти два канала и проходить по тому каналу по самому крайнему вот он здесь идет этот канал за под ней по рейтинге причем так входит выходит опускается еще ниже и потом поднимается отсюда в трубу а потом мы с этой трубы сведем в общую трубу и выведем на улицу какой размер будет основном для выхода ну думаю что шестерик но там посмотрим здание старая и вот здесь можно наблюдать как раньше делали лучковые перемычки сейчас приблизим покажем он в каждый ряд солнышком идет сейчас это на печах делают и до что перекрыть портал там еще что то есть но и для красоты а тогда вот получается в старину до вариантов не было как оконные проемы там дверные перекрывать то есть вот таким способом перекрывали и за по штукатурку она была за штукатуре то есть это так скажем не оставляли чтобы это выглядело красиво просто технология такая была перекрытия сегодня мы очередной раз поехали к алексея филипповым объект алексей пресса здравствуйте приехали поговорить о его объекте это русская печь он продвинулся можно сказать в половину и вот хотелось бы поговорить про свод то что уже у нас сейчас мы появляется до русской печи ну и вот этот нюанс что появилось за это время смотрите получается уголок мы это сделали из шамота всю конструкцию и стянули стянули на уголки чтобы они в дальнейшем не расходилось по краям подняли и вверх мы тоже будем потом дальнейшем стягивать когда мы выложим все здесь мы заложили утеплитель теплится мясопятый чтобы печка больше держала тепла ну и получается будет свой тху же теплоизоляция укладываться и будет вверх тоже укладываться теплоизоляция чтобы печка больше температуры держала и чтобы хлеб все намного лучше все тепло тебе надо удержать до 3 шамотный получать в игре до шамотного чтобы он не раз в кирпич сильно не попадал в такое был в основном в ядре по своду по размерам смотрите получается у нас получилась высота 43 сантиметра 42 сантиметра а здесь у нас получается получилось 24 по краям то есть отхода до верхней точки яркие 40 2042 40 здесь будет 2 арка на вы здесь будет 2 арка да тут будет типа колпака ну не типа колпак колпак будет где будет строил арка огонь будет гореть и получается будет уходить вот здесь я видел уже напиленные кирпичи это вот как раз для нее да вы готовили да то есть тоже из шамота будет и шамота на минутку мучковых ли видел что часто бывает что собирают лекала или как это кружало алексей сделал его на часть меньше и вот хотелось бы услышать какая цель была ну почему не весь сделал не полностью ну здесь цель преследовала чтобы можно было отодвигать мы вот там часть выложили где вот клин собрали мы вытащили внутри все почистили в основном мы как бы если делали такие то мы сжигали там чтобы не разбирать когда печка готова и сожгешь а здесь мы сдвинули почистили сдвинули опять почистили залезли чтобы потому что когда их сжигаешь вот это лекала потом как бы сажи там лазить не есть удобно там у тебя базаль калиновая бата это там получается мы проложены чтобы будет если расширяться это стороны тоже сделаем чтобы если арка будет расширяться чтобы не удалил кирпич а вот металлическим уголком все обтянуто то есть это тоже практика чтобы не расходилась и туда чтобы не расходилась и дроба потому что нагреваться будет и все же понимаете что ну может кто-то не понимает что шамотного кирпича получается у него такое же расширение как практически металл если мы бы не стянули а набор просто тем более слот будет давить она может разъехаться то есть со временем потихоньку будет развязаться здесь она у тебя как в коробе даже полностью по периметру а внизу и в верхняя часть тоже будет как были на но она же будет спрятана то есть это увидеть не от этого не будет видеть никто не видит а плиты вот я вижу плита стоит для чего где будешь использовать плиты я использовать буду вот в этом месте с со сводом потому что здесь у нас кирпич стандартный 8 с половиной 8 сантиметров если мы кирпичом здесь выложим то у нас будет еще выше я хочу сделать здесь как бы свод с уголком приварим и на уголок эту плиту положим здесь сделаем типа как полки сейчас это же плита из этой же если твой на ты пока мы еще не снимали говорил чтобы они же дверь поставить в передней части русской печени объясни почему для чего ну во первых чтобы дверь была не закопченная постоянно потому что они же когда притвор этот из металла делает или дверка дверку а ю нет и увезли на этот на короб она такая в двус творчество открывается но чтоб она не коптилась потому что здесь же если когда мы делаем здесь ставим дверь и дым уходит отсюда постоянно двери закопченные раз вся стенка это закопчен ну как бы сажи а здесь мы сделаем дверь будет почистить на подачи кислорода ну подачи кислорода в принципе дверь тут приоткрыл ее она так при этом можно ее открытую держать огонь как бы сюда не огонь не дым не будет уходить он будет сразу уходить ухлечитого ну это если интересно когда будем топить можете приехать на нас терять затопку я думаю что мы приедем обязательно чтобы посмотреть затопиться вы можно заметить что у шамота сколько два миллиметра надо чем тоньше тем лучше то есть вся кладка шамот на внутреннего ядра тоненький шоп складывается используешь какой раствор для кладки кладочная что-то смежие растоки что-то для до 1300 градусов то есть все чугунные очи вы не берете шамотные ядра и на них сидели на раньше был просто геркулес 1300 градусов сейчас он устал пережили на эту смесь так еще вот про клин про на арку какой клинт в арку ставил то есть и вот часть перевязки или порядовки тоже можно вот это сверху может снять что она не вся по вдоль да то есть сейчас мы сейчас алексей покажет как собирается свод на месте но без закладки грубо а так визуально как он собирался и видно что он собирается не каждый ряд за рядом полностью а именно задняя часть и сдвигается сюда как в шахматном порядке кирпич добавляется и сводится туда к началу она была сначала как бы увлекало сдвинута туда сейчас я конечно подвинуть не смогу потому что она распёрт мы эту часть выложили клини в середину состояли сейчас мы сдвинули сначала кладутся пятки и вот получается по ряду не вставляем раз вставили потом следующее даже на сухую он еще соберу здесь конечно пятку встали раз так и так клиновой кирпич Алексей какой использовал тут 44 44 думал что будем пилить но получается и все и вот так мы пошли середину он не вошел у нас тут пилим шиба 8 там уже подгоняешь отдельно да там уже клим до подгоняется он получается вот вставляем туда и получается смотрите получается по периметру идет металлические ну как кожан даже бандаж называется да он идет получается понизу по периметру и получается поднятые стойки 4 штуки посередине стянуты по периметру и будет здесь с тянутом он тут мы стянем ее шпилькой. Ну и вот то, что где этот проложен керабланки. Да, здесь получается мы проложили керабланки так мат, потому что чтобы на расширение заднюю стенку не выдавил. И получается здесь тоже сделаем зазор и тоже проложим таким же керабланк. Ну все, на сегодня я думаю, что мы закончим. Подсмотрели, так скажем, внутренней части. Спасибо, Алексей. Всем пока, с вами компания «Опечный мир», на связи.